Приветствую вас, значит, прочитал ваш текст, примечательно, что вы не задаете вопрос, то есть вот вы написали текст, написали о том, что вас волнует, беспокоит, тревожит, но вопроса никакого вы не задаете. И, на мой взгляд, это, конечно, первый показатель того, что вы, в общем-то, твою проблему решать, решать, вот так, чтобы, ну, четко и направленно не готовы. Не то, чтобы я считаю, что вы не хотите ничего делать, вы довольны своей жизнью, вы пишите, что у вас все хорошо, вот, но при этом, при том, что у вас все хорошо, да, вы живете в умении печально, то есть как бы живете без радости. И в психологии есть такой сценарий, он так и называется, без радости, когда человек живет, как бы, для всех, кроме он. Самого себя, да? Вот. И делает какие-то вещи для кого угодно, кроме самого себя. Надо сказать, что подобная модель поведения берет свое начало из детства и связана с тем, как вы относитесь к самой себе. Вы пишите, что последнее продолжительное время я живу в унынии и грусти. Последнее продолжительное время. Вот последнее и продолжительное это, как бы, оценочные, уточняющие слова. Последнее, это какое время? Последнее это, как давно? Что послужило точкой отсчетов? Наверное, был какой-то мотив, какой-то стимул к тому, чтобы войти в это состояние. Тем более, тем более, что так вы живете не всю жизнь, как я понял. Ну, возможно, был инкубационный период у подобной модели. Тем не менее, если последнее время, то, соответственно, с чего-то это началось, с чего нужно разбирать. Были какие-то обстоятельства, вы, соответственно, эти обстоятельства оказались втянутыми, грубо говоря, и оказавшись втянутой в эти последствия, в эти обстоятельства точнее, а вы из них не вышли. Или не было возможности и нет до сих пор, или не позволяло чувство вины, или была неуверенность в себе и, может быть, страх чего-то. Понятно, да? С этим нужно разбираться. Дальше, продолжительное время, пишите вы. Продолжительное время это сколько? Пару месяцев, несколько лет, несколько десятков лет. Непонятно. Вы пишите, я засыпаю, засыпаю и просыпаюсь с грустью. Ну, грусть это такая история, что она всегда по поводу, по поводу чего-то. То есть она не может, она не может просто взяться, взяться из ниоткуда. Да, она по поводу чего-то всегда имеется. Это грусть. И думается мне, что надо бы отследить эмоциональный след вашей грусти, чтобы понять по поводу чего она возникала. Да, совершенно очевидно, что есть определенный конфликт у вас, совершенно очевидно, что конфликт не разрешен, то есть вы не можете его разрешить сами. Ну так, давайте хотя бы постараемся понять стороны этого конфликта. Что есть? Какие стороны есть у этого конфликта? Что они из себя представляют? Да? Эти стороны. Вы пишите, меня мучают негативные, по поводу чего негативные. То есть, ну вот, негатив, да, это направлено. Негатив это то, что связано с убеждениями, установками, стереотипами, взглядами и так далее. Вот, на что вы опираетесь в контексте именно негативных мыслей. Дальше, негативные и порой навязчивые мысли. Навязчивые мысли это невротические желания. То есть, все желания, которые, ну, вы по той или иной причине в себе подавляете и не позволяете себе их проявлять. То есть, опять же, навязчивые мысли, да, они ознаменовывают собой запрет. Запрет чего-то. То есть, если я чего-то хочу, да, если я чего-то хочу, сильно хочу, но себе запрещаю при этом. То возникают навязчивые мысли, которые как бы заменяют, заменяют то, что я хочу, вот. Но при этом само желание не уходит. По аналогии, например, с, допустим, мыслями о еде. Если вы хотите есть, вы, ну, постоянно думаете о еде, да, вот. И, как бы, здесь это прямой, прямая связь между мыслями и потребностями. Но по поводу других желаний, которые находятся под запретом и под давлением и так далее. Потому что, ну, еду-то никто не запрещает есть, вот. По поводу других мыслей не все так просто. Они перебиваются, они замещаются, они переносятся, вот. И, соответственно, все это поражает навязчивые мысли. И психологи рекомендуют здесь, вот, когда навязчивые мысли есть, подумать о чем-то приятном. Просто, просто о чем-то приятном. И посмотреть, можете ли вы в момент навязчивых мыслей думать о чем-то по своему желанию. Если нет, значит, кто-то запрещает. Если кто-то запрещает, значит, соответственно, нужно работать с тем, кто запрещает. Пропала эйфория от отношений. Если вы, принимаю их как давность. Ну, здесь есть, конечно, что сказать. Вы пишете, пропала эйфория от отношений. А она не должна была пропасть. Вы считаете, что она должна быть все время? Или должна была быть все время? Если да, то на чем основывается ваша позиция? Вы пишете, принимаю их как давность. Разве это ненормально, а человек привыкает ко всему? Другое дело, что над отношениями нужно работать и делать что-то для любимого человека. И вот, если вам не хочется делать что-то для любимого человека, это уже вопрос. Я вижу, пишите вы в своей жизни кучу проблем с мамой, со здоровьем, с питанием, со свободным временем. Ну, то есть, все проблемы можно разрешить. На проблемы с мамой это одно, с здоровьем другое, с питанием третье, со свободным временем четвертое. То есть, мама это детско-родительские отношения и здесь необходимо понять, чего хочет мама для вас, чего хотите вы для себя и, соответственно, привести это к определенному общему значению. Что касается здоровья, то здоровье это, как правило, отражение вашего отношения к себе. Вот как вы к себе относитесь, такое у вас будет здоровье. Конечно, не мешает обследоваться, но я думаю, что многие болячки, которые у вас есть, пройдут со временем, если вы будете заниматься своим психологическим здоровьем. Далее, с питанием. Я, конечно, не знаю, какие именно проблемы у вас с питанием, но я полагаю, что с точки зрения психологии можно заметить следующее. Человек, то, что он ест, психология имеет практически буквальное значение, но не в том плане, что человека определяет еда. Здесь речь идет скорее немножко о другом. Здесь речь идет скорее о том, что от того, как вы питаетесь, как вы относитесь к еде, зависит то, как вы воспринимаете поступающую информацию к вам. То есть, если вы едите быстро не разжевывая или не чувствуете вкуса, то, соответственно, вы склонны принимать все поступающие вам потоки информации схожим образом. Психологи рекомендуют обратить внимание на то, как вы питаетесь, чтобы тем самым начать фильтровать то, что вы получаете из внешнего мира. Далее, что касается свободного времени, то есть история следующего типа, что свобода времени в том, как вы его проводите, человек ориентируется на несколько моментов. Первый момент – это свои ценности, если они у него есть. То есть, ну, ценности, взгляды, этапы, вот, значит, эталоны, стереотипы. И, исходя из этого, человек уже, эм, ну, делает что-то, что он посвящает свое свободное время тому, что он считает важным для себя. Второй момент – это навыки. Для того, какие у человека навыки, он и может, эм, вот, ну, действовать в свободное время. То есть, проблемы со свободным временем у вас какие – непонятно. Далее, очень важно понимать, эм, само значение проблем для человека. Проблемы помогают думать, проблемы помогают сохранять свой мозг в тонусе и так далее. То есть, развиваться. И если это не помогает вам, то следует на это обратить также пристальное внимание. Значит, дни однообразные пишите вы. Ну, а что вы делаете, чтобы они не были однообразными? Что вообще такое для вас понятие однообразия и разнообразия? Что даст вам разнообразие, по вашему мнению, чего вы хотите? Все вот это нужно разбирать. Я переживаю из-за начинаний в бизнесе. А в чем конкретно вы переживаете? То есть, переживания по поводу чего? У меня нет увлечений, не хочется ничего. Ну, вполне возможно, что вы себя подавляете, вполне возможно, что вы в себя не верите, у вас занеженная самооценка. А вполне возможно, что у вас и имеет место быть депрессия. Я в таком случае лучше обратиться к врачу для диагностики и, соответственно, назначения лечения, в том числе и психологического, психотерапевтического. Я чувствую себя неудачницей. Так, чем это проявляется? Какие критерии у вас? Удачницы, неудачницы? Что со мной никто не считается? Единственное, никто меня любит, это мой муж. А это мало, что вас любит ваш муж. Далее. Со мной никто не считается. А кто должен считаться? Какой стимул у людей с вами считаться? Почему они должны с вами считаться? Что вы сделали для того, чтобы вы с ним с вами считались? В окружении люди меня не интересуют и вызывают только раздражение и даже усмешку. Ну, здесь, опять же, несколько непонятно. То есть, в окружении в чьем? В вашем окружении вас не интересуют люди? Тогда, кто с вами не считается? И вы пишите, что единственный, кто вас любит, это муж, а вы хотите, чтобы любил кто-то еще? Кто именно? То есть, здесь как бы вот, ага, понимаете, завышенные ожидания и заниженные самооценки. Классическая картина невроза. Классическая картина невроза. В общем, как будто я не живу, а существую. Ну, так это понятно, если вы не прислушиваете к своим чувствам, да, если вы, точнее, чувства у вас есть, то вот обратить их в себя во благо вы не можете. Повторюсь, про видимых причин нет. Мне кажется, что я сама себя накручиваю, а какие для этого есть причины оставания, я уже не в состоянии сама размотать этот клубок. Какой именно клубок? Не очень понятно, Алёна. Если вы не в состоянии сам его размотать, то, наверное, нужно размотать его вместе с психологом, но вы здесь практически ничего не раскрываете. Я полагаю, что клубок составляет проблемы, которые вы описали раньше с мамой, со здоровым воспитанием и со свободным временем, а также социальной активностью, социальной позицией. Вот, может быть, еще с моделью женского поведения и выбором мужчины, потому что вы говорите, что мужчина вас любит, это здорово, а любите ли вы его? Вот, может быть, я в горе, потому и прошла, что вы его не любите и, может быть, не любили никогда. Вот. И не могу больше ходить в уныние, хочу радоваться жизни. Ну, для того, чтобы радоваться жизни, нужно принять в себя свои возможности и перестать стремиться к тому, что для вас недоступно и научиться спокойно к этому отношению. Я полагаю, что для этого необходимо изменить некоторые ваши установки, которые вам, скорее всего, достались от ваших родителей. Вот. А вы пишите, что не могу больше ходить в уныние. Хорошо. Что вы сделаете для того, чтобы не ходить в уныние и начать радоваться жизни? Нет. Напишите вопрос. Ну, может быть. Может быть. А дальше? Что дальше будет? Понимаете? То есть, ну вот вы написали вопрос. И даже не вопрос. Вы даже вопрос не задаете никакого. И что? Что дальше? Не понятно. Понимаете? Алёля. Поэтому, я думаю, что в первую очередь, вам нужно выговориться, высказать весь свой негатив, возможно, профессиональному, так сказать, человеку, да, профессионалу, не друзьям, а именно профессионалу. Вот. И уже дальше работать. То есть, ну, с вами нужно поговорить, с вами нужно пообщаться, чтобы понять, в чем конкретно ваша проблема, проанализировать. Вот. Ну, это вот, скорее всего, негативный такой сценарий без радости. Вы можете сами почитать о нем. Жизненный сценарий без радости по Штаймеру. Можете почитать. Я полагаю, что узнаете себя и получите некое представление. Но углубляться в это я не рекомендовал бы, потому что вы клиент, а не специалист в этой области. И как клиенту вам лучше не увлекаться чтением, да, то есть я вам сказал это для того, чтобы вы, ну, может быть, если мне не верите, да, посмотрели, надо такое бывает. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Вам нужно сформулировать свой запрос, да, то есть, например, хочу размостать клубок. Или, хочу научиться радоваться жизни. Или, как мне радоваться жизни. Это вот эти вот вопросы, эти запросы уже позволяют нам что-то делать. А пока запроса нет, ну, можно гадать, можно гадать о том, что вы хотите. Вот один коллега вам ответил, вы ему дизлайк поставили. Знаете, вот это вот такая неопределенность, да, которую вы сами интерпретируете так, как вы хотите это делать. Вот. И вполне возможно, что в этом вы тоже получаете какую-то выгоду, в том числе, и, возможно, даже неосознаваемую. Вот подумайте, подумайте, какую выгоду вы получаете от того, что пребываете в иныне и... ...тоске, тоске. На первый взгляд, конечно, никакую. Вы скажете, как, я только страдаю, да, я только переживаю. Нет, какая-то выгода есть. Например, нежелание нести ответственность. Например, возможность интерпретировать то, что происходит с вами в свою пользу. Ну, точнее, в пользу зоны комфорта своего. Вот вы говорите, что люди вас раздражают и вызывают усмешку. А раздражение ваше откуда взялось? Как вы думаете, кто ответственен за это раздражение? Люди? Нет. Вы. А вы думаете, думали о том, с чем связано раздражение? Понимаете? Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.